28 августа в Дангаринском районе основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Емомали Рахмон и председатель Маджиси Мили Маджиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустаме Емомали, сдали в эксплуатацию птицеводческий агропромышленный комплекс общества с ограниченной ответственностью Мармари. Глава государства, уважаемый Емомали Рахмон, в селении Себистон сначала снял полотно символической доски, дан старт деятельности инкубатора предприятия. Для строительства инкубатора выделен 1 гектар земли. Площадь по строительству инкубатора, являющегося крупнейшим в Таджикистане, составляет более 2000 квадратных метров. Здесь сданы в эксплуатацию современные производственные и вспомогательные помещения с новейшим оборудованием и технологиями. Внедрена система инженерной инфраструктуры с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Объект состоит из санитарно-технологической зоны, места приема инкубационных яиц, холодильного помещения для хранения инкубационных яиц, инкубационного помещения со специальными тележками для яиц, зала инкубационных шкафов, зала для выведения цыплят, помещения для проведения прививок и помещения для разведения цыплят. Годовая производственная мощность инкубатора составляет более 5 миллионов птиц, из которых 3 миллиона поступают в птичники птицеводческого комплекса «Мармари» для разведения. Остальные цыплята предприятия будут переданы другим птицефабрикам страны для обеспечения их качественными курами-бройлерами. Для доставки цыплят из инкубатора в курятник приобретена специализированная техника с целью соблюдения требований и стандартов, установленных отраслью. Здесь для рабочих созданы хорошие условия труда. Они обеспечены высокой заработной платой, рабочей одеждой, гигиеническими дезинфицирующими средствами и имеются столовые и место для отдыха. Инкубаторное оборудование отвечает необходимым требованиям и является производством ведущей компании Китайской Народной Республики AI Farming, занимающей значительные позиции на рынке стран Европы и Азии. Президент страны, уважаемый Иммай Рахмон, вместе с председателем города Душанбе, уважаемым Рустаме Иммайли, после сдачи в эксплуатацию здания инкубатора в седении Сибистон, открыли птицеводческую фабрику бройлеров птицеводческого агропромышленного комплекса общества с ограниченной ответственностью Мармари. С учетом обеспечения потребительского рынка столицы страны, находящегося под непосредственным контролем исполнительного органа государственной власти города Душанбе, агропромышленный комплекс работает своевременно и с отличным качеством для производства отечественной продукции. Территория птичника занимает 22,75 гектаров земли, на которой построены административные здания, 12 птицеводческих ферм, 4 склада, санитарный корпус, 2 зоны санитарной обработки техники и резервуар. Каждая ферма выращивает до 30 тысяч птиц, период выращивания составляет 45 дней. С использованием мощности всех птичников можно выращивать более 3 миллионов птиц в год. Общий объем капитальных вложений в строительство предприятия составляет 104 миллиона санитарных, где наряду с инкубатором предприятия создано более 160 новых рабочих мест. На этом объекте созданы условия для нормальной работы птичника, при этом задействовано более 20 единиц специальной техники и механизмов. Наряду с привлечением местных жителей к работе для них созданы лучшие условия труда, в том числе они обеспечены горячим питанием, рабочей одеждой, хорошей заработной платой и рабочими преднадлежностями. Вместе с тем для реализации работ по благоустройству окрестностей и территории внутри птичника озеленены. С этой целью посажено более 2500 деревьев. 28 августа Душанбе, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмумали Рахмон, и председатель Маджеси Мили Маджеси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустаме Эмумали, открыли бойну агропромышленного комплекса общества с ограниченной ответственностью Мармари. Бойна построена на площади 1,7 гектаров и состоит из административных и производственных помещений и современных вспомогательных объектов. На территории бойны соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований создана инженерная инфраструктура, в частности линии питьевого и технического снабжения, электропередача, канализации и селесбрасывающая линия. Производственный корпус состоит из места приема птиц, цеха по убою и ощипыванию мойки и охлаждению птичьего мяса, цеха по разделке и упаковке птиц, специальных холодильных помещений для замораживания мяса и складов для хранения продукции до 18 градусов мороза. Следует отметить, что процесс убоя проводится методом халявы. Оборудование для убоя закуплено у европейских и китайских компаний, занимающихся особое место на мировом рынке. Оно изготовлено из специальной стали, которая используется в пищевой промышленности. Целью определения качества продукции создана специальная лаборатория. В ходе работ по убою и производству готовой продукции за качеством, типами, размером и другими необходимыми показателями налажен контроль. На конечном этапе производства готовой продукции и ее упаковки она хранится в специальных холодильных помещениях. Впервые на бойне установлена спиралеобразная морозилка глубокой заморозки, которая на данный момент не имеет аналога в стране. Холодильное помещение работает при температуре 40 градусов мороза и охлаждает части птицы с производительностью 3000 кг в час на 18 градусов мороза. Холодильное оборудование закуплено у ведущей китайской компании CBFI. Чтобы птичье мясо не теряло своих качественных и питательных свойств, оборудование позволяет замораживать его в короткие сроки. Преимуществом оборудования является то, что его работа полностью автоматизирована. По окончании производственного процесса готовая продукция хранится в двух холодильных помещениях, внутренняя температура которых составляет 18 градусов ниже нуля, где мясо хранится до вывоза на продажу. На бойне построены три холодильных помещения вместимостью 10, 150 и 300 тонн. Общий объем средств на строительство бойни составляет 51 миллион саммоней. На территории бойни создано 100 новых рабочих мест. Рабочие обеспечены достойными условиями труда, достойной заработной платой, столовой, рабочей одеждой, местом для отдыха. Со строительством птицеводческого агропромышленного комплекса общества с ограниченной ответственностью Мармари в Донгаринском районе и Душамбе, 270 человек обеспечены постоянными рабочими местами. После ознакомления с деятельностью компании, президент страны, уважаемый Имамали Рахмон, выразил благодарность руководству исполнительного органа государственной власти города Душамбе и патриотически настроенным предпринимателям за создание такого современного предприятия, поддержку созидательных инициатив правительства страны и организацию новых рабочих мест. Сегодня основатель мира и национального единства лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Имамали Рахмон, и председатель Маджиси Мили Маджиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душамбе, уважаемый Рустамей Имамали, на улице Рахмона Набиева района Сино столицы, открыли общество с ограниченной ответственностью «Эскимо Мастер» и ознакомились с процессом производства. Новые промышленные предприятия в Душамбе построены в рамках реализации четвертой национальной цели ускоренной индустриализации страны по инициативе отечественного предпринимателя Зарифа Раджабова в сотрудничестве с партнерами по развитию из Российской Федерации в честь празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Основное направление деятельности предприятия ориентировано на производство мороженого и кондитерских изделий, а его производственная мощность составляет около 500 тонн продукции в год. Новое предприятие в столице страны расположено на площади 0,5 гектаров и состоит из двухэтажного производственного помещения и административного здания с 20 рабочими кабинетами. Производственные линии предприятия импортированы из развитых стран мира, в том числе из Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Установлены с привлечением отечественных специалистов. С открытием и началом деятельности еще одного нового промышленного предприятия в Душанбе 220 местных жителей, в основном женщины и девушки, обеспечены постоянными рабочими местами и хорошей заработной платой. Лидер нации, уважаемый ему Мари Рахмон, выразил благодарность отечественному предпринимателю за поддержку созидательной политики, направленной на создание новых промышленных предприятий и увеличение производственных мощностей страны, дал полезные советы и рекомендации с целью налаживания плодотворной деятельности и укрепления производственной мощности предприятия. Сырье для переработки и упаковки продукции на предприятии Eskimo Master закупается у отечественных предприятий на основе сотрудничества и двусторонних договоров, а переработки проходят испытания в лаборатории предприятия. Продукции будут предлагаться потребительскому рынку с высоким качеством под торговой маркой Eskimo M. Продукция нового промышленного предприятия в Душанбе является импортозамещающей и имеет большое преимущество по вкусовым качествам. На предприятии для хранения готовой продукции, в том числе мороженого и коржиков, имеются три объемных холодильника, а работники обеспечены единой униформой и питанием. После ознакомления с производственным процессом и теплой беседы с работниками и ответственными лицами предприятия, лидер нации, уважаемый ему Мари Рахмо, посетил уголок выставки готовой продукции предприятия. На выставке представлено более 20 видов мороженого и 10 видов кондитерских изделий, которые производятся и упаковываются на предприятии в соответствии с современными требованиями. В ходе посещения выставки глава государства дал конкретные поручения руководству предприятия и другим ответственным лицам по максимальному использованию имеющихся возможностей и потенциала в стране. Сегодня также в Душанбе основатель мира и национального единства лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый ему Мари Рахмо и председатель Маджиси Мили Маджиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустаме Ему Мари, открыли общество с ограниченной ответственностью композит ТА. Напомним, 17 сентября 2019 года президент Республики Таджикистан, уважаемый ему Мари Рахмо и председатель города Душанбе, уважаемый Рустаме Ему Мари, Махале Чортепа района Сино столицы, заложив первый камень, дали официальный старт строительству предприятия по производству стеклопластиковых труб композит ТА. На предприятии более 150 человек обеспечены постоянными рабочими местами, которые ежегодно будут производить до 150 км труб различного диаметра от 300 до 3000 мм. Компания Композит ТА – совместное предприятие, созданное в сотрудничестве с одной из ведущих азербайджанских компаний АСКомпозит. Для производства труб в основном используются изделия из кварцевого песка, стекловолокна и дегтя. В Республике Таджикистан имеется много месторождения кварцевого песка, есть планы по расширению использования этого вида сырья внутри страны. После открытия объекта глава государства, уважаемый Ему Мари Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустаме Ему Мари, приняли участие в презентации автобусов. Междугородные автобусы марки «Акея Орио» являются производством совместного предприятия «Акея Авеста Автоматиев Индастрии» Республики Таджикистан. С начала 2020 года совместное предприятие на основе заказа исполнительного органа государственной власти города Душанбе впервые начало производство междугородных автобусов под тажирским названием «Акея Орио». Напомним, что общество с ограниченной ответственностью «Акея Авеста Автоматиев Индастрии» начало свою деятельность в качестве тажирско-турецкого совместного предприятия в январе 2018 года, производя современные автобусы марки «Акея» и тем самым вносит свой вклад в направление ускоренной индустриализации страны. Предприятие продолжает серийно производить автобусы длиной от 8 до 12 метров, а также занимается сбором и проектированием двухъярусных автобусов, междугородних автобусов, автобусов, работающих на природном газе, электробусов и электрических троллейбусов. Совместное предприятие также выпустило новый испытательный электрический троллейбус, который оснащен новым оборудованием и технологиями, соответствует международным стандартам и способен проехать до 40 километров без подключения к линии электропередачи за счет накопленной электроэнергии. Предприятие также выпустило новый экспериментальный электробус современного дизайна с полностью электрическим двигателем, который проезжает до 200 километров с использованием электроэнергии, что является чистым с экологической точки зрения. Наряду с этим, с учетом экспорта отечественных товаров, нуждающиеся страны, автобус, работающий на природном газе, был спроектирован и изготовлен с учетом возможностей совместного предприятия. Наряду с задачами, обозначенными в программе социально-экономического развития города Душанбе на период до 2025 года, поэтапно осуществляется реализация целей в области охраны окружающей среды и создание хороших условий для перевозки пассажиров путем приобретения новых современных автобусов и электробусов. Производственная мощность предприятия составляет до 300 транспортных средств в год, а число работников за счет местных специалистов достигло 150. Повышение квалификации местных специалистов по своевременному производству и сбору автобусов с целью их доставки к коммунальные предприятия города Душанбе дало возможность бесперебойно осуществлять это. И вот уже три года, как количество доставленных автобусов отечественного производства на маршрутах столицы увеличивается, тем самым предоставляет транспортные услуги жителям и гостям столицы. После полного ознакомления с современными условиями обслуживания и перевозки пассажиров посредством новых транспортных средств с использованием имеющихся возможностей и мощности в этом направлении и начала экспорта автобусов производства общества с ограниченной ответственностью о Киеве Авеста Автоматиев Индастрии, лидер нации, уважаемый ему Мари Рахмон, дал ответственным лицам конкретные указания и поручения.